привет дорогие друзья опять снова с мобильного офиса давно не появлялся как говорил уже раньше много времени уходит на пророческую школу где мы углубляемся и более интенсивный даем материал вот но тем не менее есть возможность вырываться сегодня буквально запишу это видео отправлюсь к ИСААКУ один из наших старейшин в церкви возьму у него интервью для вас я думаю будет также интересно хочу представлять вас понемножечку так различным личностям из небожителей вот с которыми мы сотрудничаем которых мы любим слово евреям 12 глава третий четвертый стихи помыслите подумайте о претерпевшим такое над собой поругание от грешников чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими вы еще не до крови сражались подвизаясь против греха вы еще не до крови сражались подвизаясь против греха воюя сражаясь против греха все мы прекрасно знаем такой интересный момент друзья мои когда мы принимаем иисуса своим господом и спасителем и он входит в наше сердце мы рождаемся свыше мы замечаем что от некоторых вещей мы просто в этот момент получаем свободу мы обнаруживаем что определенные греховные вещи которые беспокоили нас в которых мы жили до принятия христа просто исчезли так происходит с некоторыми вещами я знаю людей которые мгновенно переставали использовать наркотики я никогда не использовал наркотики но я курил и просто после принятия христа я забыл что такое куривая меня это вообще не беспокоило мне не нужно было никаких сил чтобы отрекаться и воевать против курения это просто ушло и когда-то я где-то нашел пачку сигарет у себя там в одежде где-то там и подумал а я когда-то курил но большинство вещей определенных греховных все еще остались и хотя мы имеем победу над грехом через голговскую жертву на кресте господа иисуса христа и через пролитие его крови тем что мы стали новым творением мы автоматически не освободились от всего греха от всякого греха автоматически это не ушло и даже будучи христианами мы обнаруживаем в себе определенные греховные тенденции наклонности импульсы побуждения которые еще восстают эти похоти которые еще восстают на души наши петр об этом говорит то есть идет восстание греха все еще против наших душ и здесь говорится что нужно помыслить подумать о претерпевшим такое над собою поругание от грешников это ключ подумать и посмотреть на того кто претерпел от грешников поругание то есть посмотреть на господа иисуса христа претерпевшего это поругание чтобы нам не изнемочь не ослабеть и не ослабеть душами нашими я вернусь к этому еще вы еще не до крови сражались подвязаясь против греха о чем апостол павел говорит что он имеет ввиду я вам напомню хотя вы все прекрасно это знаете в то время были смешанные восточные единоборства также они назывались панкратион панкратион это был особый вид смешанных восточных единоборств не восточных не обязательно восточных разных но основной момент в этом там разрешалось все абсолютно все там разрешались заломы и переломы конечностей можно было ломать конечности можно было душить человека насмерть удушающими можно было использовать пальцы и ногти царапать человека выдавливать ему глаза можно было использовать зубы чтобы откусывать нос уши и губы и другие мягкие части тела человека и можно было применять всякие виды бросков и всякие виды ударов ограничений никаких не было тем более эти борцы друг с другом сражались голыми обнаженными то есть можно было вырывать мужское достоинство в этом случае это была жесткая битва поэтому зачастую когда изображали этих бойцов панкратион или были их бюсты или где-то рисовали их тогда очень часто они выглядели очень уродливо без ушей без куска носа то есть ужасно они выглядели и конечно же проливалось много крови и не было такого там два раунда по две минуты три раунда по три минуты бой заканчивался либо тогда когда кто-то умирал и другому присуждалась победа либо человек сдавался но тогда это был позор то есть другими словами это был бой насмерть вы знаете те кто занимался в прошлом восточными единоборствами и я также занимался в прошлом восточными единоборствами можно заметить такую вещь если ваш оппонент противник с которым вы спаррингуете бьетесь слабый не настолько натренирован как вы и не имеет к примеру такого опыта как вы обычно победа происходит легкая то есть достигается победа быстро молниеносно скоропостижно ты быстро расправляешься со своим оппонентом за несколько секунд или за несколько минут возможно получаешь досрочную победу или выигрываешь нокаутом по разному бывает и при этом оппонент или вообще не достиг тебя своими ударами или достиг но они не были вредоносные сильные и никакая кровь от этого не пошла то есть ты сражался но сражался не до крови но друзья мои когда оппонент сильный и у него высокая квалификация и есть определенный опыт тебе легко не выиграть и на самом деле бой становится очень интенсивным и вы знаете когда оппоненты серьезные противостоят друг другу такого нет что кто-то не получает также ударов если даже и выигрывает в конце концов то есть когда смотришь на обоих у обоих синяки шишки какие-то повреждения и кровь то есть другими словами когда сильный оппонент так легко быстренько быстренько не отделаешься и вот здесь апостол павел говорит об этом что грех это довольно сильный оппонент конечно грех не сильнее чем господь иисус чем то что он сделал чем кровь иисуса и чем крест нет грех не имеет такой силы по сравнению силой креста и силой крови но здесь апостол павел напоминает христианам и говорит ребята вам придется проводить сражения и не всегда все будет так легко на аллилуйях на аминь на пропиточках знаете где то лежишь пропитываешься и все уходит это сказки мы вовлечены в реальную битву не только силами тьмы но и силой энергией греха поэтому я верю апостол павел здесь хочет вдохновить христиан и сказать не всегда вы знаете победы такие молниеносные быстрые и скоропостижные иногда бой серьезный иногда бой тянется долго и иногда грех противостоит тебе серьезно и тебе надо до крови сражаться приходится сражаться до крови то есть бой интенсивный жестокий жесткий но победа над грехом наша потому что грех побежден Иисусом Христом я не буду применять использовать все эти местописания которые об этом говорят поэтому иногда может вы думаете брат Дмитрий смотри как интересно от некоторых грехов я так легко освободился одна молитвочка там отречение там еще что то и все но некоторые грехи я сражаюсь с ними пять десять пятнадцать лет двадцать лет двадцать пять лет и все еще эта битва продолжается потому что битва в некоторых случаях не будет легкой и только знаете глупец ожидает легкой победы всегда вы знаете иногда будут такие моменты как например в случае с иософатом где левиты были впереди они начали прославлять господа господь возбудил смятение в рядах врага враг поубивал друг друга они пришли взяли добычу да такие вещи такие ситуации в духовных бранях и битвах имеют место быть но также есть и другие битвы где мы сражаемся до крови обе нужны оба вида битв они нужны но всегда надеяться и уповать на вот такую молниеносную быструю легкую победу это утопия иногда господь позволит нас окунуться в битву с головой войти в этот духовный панкратион где понадобится вся выносливость настойчивость стойкость которые конечно же приходят в нашу жизнь от духа святого где понадобится вся доблесть мужество и твердость он сказал Иисусу Навину будь тверд и очень мужествен он не сказал да не волнуйся Бог за тебя все будет делать вести все битвы за тебя не всегда так происходит да Бог с нами в наших битвах он помогает нам преодолевать врага и получать победу но за нас он воевать не будет это мы которые будем вовлечены в эту битву поэтому вы еще не до крови сражались подвязаясь против греха иногда люди забывают что духовная война битва не только против бесов и демонов не только против начальств властей и сил тьмы что духовная битва против греха против похотей которые я говорил уже писание говорит восстают на душу нашу это борьба мыслей где написано что мы пленяем всякое помышление в послушание Иисусу Христу поэтому ободритесь 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 иногда когда вы ведете долгие и затяжные битвы с грехом и думаете ну Господь ну в чем же дело что такое я ненавижу этот грех почему почему такое происходит и враг приходит и говорит какой ты победитель посмотри ты на некоторых фронтах держишь поражение это ложь дьявола поражение приходит тогда когда мы перестали сражение когда мы перестали сражаться тогда мы поражены тогда когда мы перестали биться тогда мы потерпели поражение но до тех пор пока мы продолжаем битву мы не потерпели поражение и мы хотя еще не выиграли сражение Не победили в войне Мы сражаемся и этим мы показываем, что гены духовные победителя Кто есть Господь Иисус Христос в нас Что мы уже побеждающие Мы не смирились, не согласились с врагом И не попали под его гнет И под его ярмо И не стали рабами греха Но мы как воины сражаемся против греха И мы обязательно, обязательно, обязательно победим Иов сражался в себе Он сражался в своих мыслях Он сражался со своими эмоциями Он сражался на многих фронтах И это не так, что пришли проблемы и трудности в его жизнь В один день И на второй день Он пару раз помолился И получил победу Ему приходилось терпеть И ему приходилось сбиться Эта болезнь Возможно, была несколько месяцев Как некоторые теологи говорят А возможно, несколько лет Это не было несколько дней Поэтому Это очень важный и серьезный момент Вы не подняли руки Не сдались Не подняли белый флаг Не капитулировали Вы победитель И вы обязательно Одержите победу Как Помыслите о претерпевшем Над собою такое поругание от грешников Чтобы вам не изнемочь И не ослабеть душами вашими Видите Есть тенденция души Что когда она вовлечена Во что-то длительное Продолжительное Какой-то конфликт Какую-то битву Она имеет наклонности Изнемогать И слабеть И тогда Она может сдаться И тогда Она может отступить Перед врагом Да Мы в основном воюем Духом Не воинством Не силой Но Духом моим Говорит Господь Да Сто процентов Но это мы воюем И наша душа И даже наше тело Все мы Не только наш дух Но все мы Как дух Душа и тело Как целостная личность Вовлечены в битве И возможно иногда Прошу прощения И возможно иногда Что мы слабеем И получаем удары И враг пытается Задушить нас И враг пытается Сломать наши кости Враг пытается Сломать веру Сломать надежду нашу Упование Враг пытается Кусать нас То есть То о чем я говорил Происходило в панкратионе Но Мы имеем Божью Царственную Агрессию Против врага Да Мы лицом к лицом Лицом к лицу Столкнулись с ним Дыхание к дыханию Дух к духу Наша победа Она Нам Гарантирована Поэтому Друзья мои Не сдавайтесь Помните Враг будет разбит Победа будет за нами Потому что Иисус Победитель И Дух Святой Это дух Победы Божьей Который Внутри Нас И если вы Изнемогли И ослабели Душами Вашими Пусть Господь Подкрепит Вас Своей Сверхъестественной Могущественной Духовной Силой И Восстановит Ваши Силы Восстановит Восстановит В вере В надежде В любви Даст вам Мужество Стойкость Непреодолимость Перед врагом Даст вам Смелость Доблесть Чтобы вы Подняли Знамя Победы И Поразили Всякий Грех И если Вы Сражались До Крови То Есть Интенсивно Помните Как Интенсивно Иисус Сражался В Гефсиманском Сыду Что Даже Под С Кровью Капали С Его Чела Он Был Под Прессингом Под Давлением Гефсиман В Гефсимании Того Что Предстоило Ему Пройти Где Он Должен Был Принять Окончательный Выбор Сделать Окончательное Решение И Он Избрал Волю Божью И Иногда В этом И заключается Смысл Победы Не Потворствовать Греху Не Избрать Волю Греха А Избрать Волю Божью И Стоять На Воле Божьей И Грех Обязательно Будет Сломлен Пятый Стих И Забыли Утешение Которое Предлагается Вам Как Сынам Сын Мой Не Пренебрегай Наказание Господня И Не Унывай Когда Он Обличает Тебя Мы Боремся С Грехом Но У нас Есть Утешение И Это Утешение Предлагается Нам Как Сынам О том Чтобы Мы Не Пренебрегали Наказание Господне И Не Унывали Когда Он Обличает Нас Господь Может Обличать И Делает Это Господь Может Наказывать И Делает Это По Писанию Потому Что Он Любит Нас И Здесь Сказано Кого Он Любит Того Наказывает Бьет Жи Всякого Сына Которого Вы Которого Принимает И Потом Дальше Вы Можете Читать Что Есть Дальше Поэтому Друзья Мои Хочу Просто В заключении Еще Раз Драгоценное Вдохновить Вас Знаете Мы Иногда Можем Претендовать Что Мы Очень Духовные И Такие Супер Крутые Воины На Передовой Но В Реальности Мы Должны Реально Стать Такими С Бесами И Демонами Мой Незначительный Опыт 25-летний Д Як Чем Со Грехом Конечно За Греховными Искушениями Могут Стоять Бес и Демоны Чем Но победив греховные наклонности и грех, и поразив его, мы забираем всякую платформу у начальств властей и мироправителей тьми века сего, причинить нам какой-либо вред. Иногда мы ведем битву на обоих фронтах. Мы ведем битву против тьмы. Одновременно мы ведем битву против греха. И тут еще, как мы читали, Господь со своими обличениями и своими наказаниями приходит, потому что Он любит нас. Потому что иногда мы не внемлем Его обличением и наказанием и продолжаем вести битву, вместо того, чтобы услышать Его голос обличения, получить исправление и получить обновление силы против всякого врага. Христианин может жить во грехе и при этом пытаться вести духовную битву с начальствами, властями и мироправителями тьмы века сего и постоянно проигрывать. Потому что Он не побеждает того врага, который внутри Него. Как Он может победить врага, который вне Его? Поэтому не сдаемся, поднимаем знамя Победы, на котором написана Победа. Помните такая песня? Раньше была в девяностых. Победа через кровь Христа. Победа через кровь Христа. Победа через кровь Христа. Я провозглашаю вашу жизнь. Победа через кровь Христа. Силы тьмы трепещут, они побеждены. Дух, душа и тело совершенно спасены. И совершенная победа. Победа через кровь Христа. Есть совершенная победа в твоей жизни. Победа через кровь Христа. Над всяким грехом. Если даже ты в крови и сражался до крови ничего, ничего. Господь восстановит твою силу, твою жизнь. И придет полное восстановление от всяких ран и повреждений в битве. Победа нам гарантирована. Это абсолютная, совершенная гарантия от Господа. В этом мы стоим. И если придется сражаться до крови, значит придется сражаться до крови. У нас другого выбора нет. Мы смотрим на того, кто претерпел такое поругание от грешников. И не сдался. Он победил грех в себе самом, став грехом. Взяв, аккумулировав все грехи прошлого, настоящего и будущего, взял их в себя, стал грехом. И разрушил силу греха самим с собою. Вот такой у нас Господь Иисус, но такой же Он живет и в нас. И Он способен то же самое делать для нас и помочь нам побеждать. С Господом драгоценные. Иисус, иисуса,